МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, выставка называется «Увидеть невидимое». Что же екатеринбуржцы увидят такого невидимого? И вообще, что же такое тактильные картины? Выставка тактильных картин «Видеть невидимое» это достаточно для нас уникальное событие, значимое для города Екатеринбурга, для наших горожан и, в принципе, для гостей города. Так как это, так скажем, новое видение, новый взгляд на жизнь людей незрячих. Это новое представление изобразительного искусства самому незрячему человеку, что очень важно, потому что опыт показывает, наш личный опыт, музейный опыт, что, общаясь с людьми незрячими, довольно сложно иногда описать, рассказать, что представлено на картине. То есть недостаточно просто рассказать словесно, а довольно часто необходимо подключать или еще тактильное изучение картины. И пока на данный момент такого в Екатеринбурге у нас не было, а выставка данная, данный проект нам позволит вообще познакомить с западноевропейской живописью. Это произведение, репродукция, картин пушкинская, да? Да, это репродукция, можно сказать, копия, да, картин Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина. Их всего шесть картин, начиная от Возрождения, заканчивая новейшим временем. Можно будет увидеть и картину Благовещения, к примеру, Боттичелли, увидеть Павло Пикассо. Увидеть благодаря чему, если мы говорим именно о людях, у кого слабое зрение? Если мы говорим о людях слабовидящих, а не зрячих, то человек, конечно же, видит через тактильные ощущения, он изучает рукой полотно, картину, и при этом еще слушает аудиогид с тифлокомментированием, то есть с достаточно четким описанием картины, начиная от конкретных деталей и заканчивая общим описанием самой картины. И это позволяет... Составить полное представление о картине. Полное представление, да. А вы уже попробовали, у вас же развеска, наверное, произошла, вот вы потрогали пальчиками, почувствовали. Вообще эта выставка будет интересна только людям с ограниченными возможностями или вообще для широкого круга почитателей искусства? Вот на самом деле выставка будет интересна абсолютно всем, потому что идея вообще выставки не столько сконцентрировать внимание именно на незрячем человеке, да, сколько воспринять и здоровых людей, и людей с ограниченными возможностями на равных. То есть идея такова, что мы говорим прежде всего о равенстве, да, каждый человек владеет какими-то своими особенностями, и при этом мы говорим о диалоге между зрячим и незрячим человеке при изучении, при знакомстве с изобразительным искусством. Вот что самое главное. Ну вот вы-то как зрячий человек, вы для себя по-новому открыли, вот Гогена, Боттичелли, вот вы уже их видели, картины, и вот, а тут совершенно другое восприятие. А тут совершенно другое восприятие за счет того, что мы подключаем другие органы чувств, мы подключаем осязание, обоняние, ну осязание, да, и картину, когда вы трогаете, вы четко чувствуете, допустим, фигуру портретируемого, причем вы ощущаете фактуру, вы можете почувствовать фактуру ткани, к примеру, или вы можете почувствовать мягкость неба. За счет вот этих различных фактур, от более гладкого, более шероховатому, от более плоского к объемному изображению, вот создается определенная картина. Но при этом ведь не сложная технология, потому что если вы делаете еще картины в каждом городе, где проходит эта выставка, да? Технология, если вот конкретно технологии сказать, на самом деле это инновационная технология, она используется в Испании, разработана испанскими мастерами, студия Дурера, благодаря фотографу Хуану Торе. Технология заключается в том, что на 3D-принтере с помощью специальных красок, которые в конце превращаются в полимер, в пластик, да, создается изображение. Ну, то есть 3D-принтер. 3D-принтер, да. И именно такая технология позволяет изучать живопись, знакомиться с ней. Ну, это действительно так, что в каждом городе, где проходила бы выставка, то есть выбирается, да, то есть у вас будет в Музее изобразительных искусств выбрана картина? На самом деле, да, в каждом из представленных музеев, уже в Волгограде, в Казани, в Воронеже, да, были представлены собственные картины, уже выполненные в рельефно-графическом изображении. У нас также в Екатеринбурге, буквально пару дней назад, из Мадрида приехало полотно, тактильная картина, «Паскуали Челоми, прачка». И эта картина останется у нас, в нашем музее, будет экспонироваться точно так же, как и в экспозиции сам оригинал, сама картина. То есть такая выставка живая и разрастающаяся по всему миру. Да, да. Но ведь прачка – это такая картина, если зрители наши видели, да, надеюсь, это достаточно картина, такая светлая, там очень много света, да. А вот как незрячему человеку передать вот с помощью даже вот этих тактильных ощущений вот этот цвет? Да и вообще цвет даже картины, ведь если мы будем говорить о импрессионистах, например, или прочее, да, то есть как вот человек почувствует эту всю палитру? Палитру красок, конечно же, через словесное описание. Большей части, да, для этого у нас и есть разработанный аудиогид. Помимо этого на экскурсиях, безусловно, сам научный сотрудник, экскурсовод рассказывает о цвете. И более того, мы еще ведь не только о цвете говорим, мы еще говорим о деталях, об изображении самой портретируемой, о ее настроении, о том, как, вспомните, какие у нее великолепно живописно переданные руки, да, которые опускаются в таз с водой и затем оттуда достаются, и они вот буквально-буквально как будто бы еще покрыты мыльной водой. То есть такое комплексное восприятие. Да, да, да. Вообще вот люди с ограниченными возможностями, действительно ли частые посетители городских музеев, как ведется вообще работа с ними? С людьми именно с ограниченными возможностями здоровья мы, конечно же, работаем в большей части по заявке, да. То есть это вариант, когда к нам специально записываются на экскурсии, на различные занятия, ну вот работая именно с людьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению, это, конечно же, мы говорим о нашем проекте «Искусство на кончиках пальцев». То есть это дети, подростки школного интерната Верхний Пашмы имени Марты Росяна, которые уже в течение двух лет занимаются, изучают изобразительное искусство, начиная от скульптуры, с изучения декоративно-прикладного искусства, и постепенно вовлекаются еще и в мир живописный. Ну вот такие произведения искусства, они когда-нибудь вызывали интерес у коллекционеров, например? Вообще переходили вот в другую плоскость? Ну вот интерес коллекционеров нет, пока вот еще такого не было. То есть, впрочем, прикладного такого характера это способ донести и показать широкому кругу? Ну вот нет, нет, пока еще нет. Если сакцентировать внимание, выставка будет в какие дни работать, с какого по какого числа, вход платный, бесплатный? Выставка у нас открывается для зрителей, для всех, 6 июля. Мы уже в 11.00 готовы принять первых желающих. Выставка продлится до 2 августа, и она будет абсолютно бесплатна для всех наших посетителей. Вход будет бесплатный, и я думаю, что все получат определенные какие-то ощущения, чувства. Будет предложено одеть темные очки, если это зрячий человек, да, также будет предложено одеть аудиогид с тифлокомментированием, чтобы, ну, отчасти окунуться в мир незрячего человека. И плюс к этому на выставке у нас будет представлен фильм «Представь себе», который раскроет всю полноту картины мира незрячего человека. Я надеюсь, мы увидим что-то новое. Спасибо большое. У нас в студии заведующая информационно-образовательным отделом Музея изобразительных искусств Садыкова Рима. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.